Несколько фамилий из списка ДНД пришлось исключить, отметил Константин Чеботарь. Многие там числились формально и участие в рейдовых мероприятиях не принимали. Все лето в городе проводилась работа по привлечению в ряды народных дружинников, ответственных и небезразличных к судьбе города сочинцев. Нынешние две с половиной тысячи активных общественников – это сотрудники мэрии, работники транспортной, санаторно-курортной отрасли. А вот студенчество, в принципе, это большой такой отряд молодежи, которым уже больше, чем 18 лет, и они запросто могут активно участвовать в охране общественного порядка. Как там обстоят дела? Активно проводится работа и со средними, и специальными учебными заведениями, с высшими. И в этом году мы, наоборот, большее количество пытаемся вовлечь именно в участие в ДНД именно этой категории, более молодой, более подвижной, активной категории населения. Да, это наши резервные. Проводим активную работу и в вузах наших есть пополнение списков, есть, поинтересовался оградоначальник и тем, как на сегодняшний день построена работа с ежедневным участием народных дружинников и полицейских в патрулировании города. Эффективное взаимодействие ДНД и полиции налажено, подчеркнул Константин Чеботарь. Ежедневные маршруты патрулирования согласованы, в том числе и с главами районов. Все это вместе дает ощутимый результат. В целом же, по статистике, с момента активного сотрудничества ДНД с полицией количество правонарушений в Сочи значительно уменьшилось.